Я была в кабинете, я слышала на перемене, когда дети все ушли на перемену, что-то бабахнуло. Бабахнуло где-то вот в центре нашего здания, поэтому очень сильно стены тряслись, окна, я думала, повылетают стекла. Как оказалось, там в центре стекла действительно повылетали. Мы сначала даже не сориентировались, мы не знали, что это действительно серьезное что-то произошло. Мы думали, что очередное учение, потому что после этого потом были какие-то хлопки, такие вот как петарды, хлоп-хлоп-хлоп. Выглянули в коридор, детей спрашивали, что случилось, никто не знает. Потом включилась пожарная тревога, сказали, что покиньте здание, в здании пожар. Я даже не могла подумать, что это действительно что-то серьезное, поэтому я даже ни сумку, ничего не взяла. Я собралась выйти через преподавательскую, отнести, взяла журнал и думала, отнесу журнал, а там посмотрим, выясним, что. А потом увидела, что все выходят очень спешно, и преподаватели, и дети. И только уже после того, как на улице я увидела, что студент лежит, и у него из шеи кровь течет, только тогда мы уже поняли, что действительно что-то серьезное. Но все равно мы еще не знали, из-за чего это случилось, потому что даже не могли предположить. Думали, ну мало ли, может там что-то замкнуло, какая-то проводка, где-то что-то взорвалось. Думали, может стекла полетели, и вот у детей такие ранения. Ну, зазвонили в скорую, в скорую невозможно было дозвониться, позвонила в МЧС, попросила, чтобы прислали нам скорую. Спросили, не надо ли вам пожарную машину прислать, сказала, что пришлите в скорую. Но скорая приехала не очень быстро, скажем так. Потом нас вывели из... С территории. Были за территорию, открыли ворота, и мы вышли за территорию, и вот больше мы ничего не знаем. Знаем, что скорая подъезжала, детей эвакуировали, у кого-то ноги были ранения, у кого-то головы были разбиты. Из-за чего мы и не знаем. Вот до сих пор мы не знаем ничего. Вот я боюсь, что если бы я сразу вышла, а не включила я, потому что на перемене сначала включила электрочайник, чтобы поставить себе чай. Вот, а потом обычно после этого, когда чай заваривается, я иду, отношу журнал. Вот, и я просто боюсь представить, что если бы я понесла журнал сразу, я бы попала туда, как оказывается. Говорят, что потом там стреляли, вот именно в это время. Люди говорят, что взорвалось устройство именно в буфете, вот когда большая перемена, когда туда спустилось много детей, там обычно полный буфет. Вот, говорят, что это произошло именно там. А сколько детей в колледже? В колледже около тысячи студентов. А там в тот момент сколько было? Ну, часть у нас в этом корпусе, но я думаю, что большая часть, человек 500-600, я думаю, в корпусе в это время находились. Вы сегодня чем заняты? Вы находитесь все время здесь? Или сейчас ваша помощь не нужна? Или вас больше не опрашивают? Ну, вот мы стоим здесь вот с того момента, как все произошло. И ничего не знаем, нам никто ничего не говорит. Ни руководители, ни психологи или никакие? Нет, психологи ходят. Ну, сейчас какая ситуация? Дети звонят, звонят родители. Говорят, что дети в колледж больше не пойдут. Дети боятся. Потому что говорят, что дети домой еле добрались, и вот их трясет, и уже отпаивают детей там и валерьянкой, и все. Мне кажется, сегодня еще помощь психолога, наверное, им надо сначала успокоиться, все в шоке, а потом уже, может быть, чуть позже.